В Шымкенте проживает больше 85 тысяч пенсионеров. Из них 4 ветерана Великой Отечественной, 2364 тружеников тыла. Вопрос в льгот в Совете ветеранов на особом контроле. Пенсионерам всегда есть что спросить. Пожилых людей волнуют скидки для пенсионеров на посещение медицинских организаций, доступ к бесплатному лекарственному обеспечению и порядок представления санаторных путевок. К примеру, мы хотим в санаторий, а можем попасть туда только на 6 дней. Почему? Неужели нельзя что-то сделать? Руководитель управления занятости и защиты населения уверяет, все встанет на свои места. В Акимате пересматривают план работы. Все утверждается Акиматом на сессии. Мы обратились в министерство, чтобы помогли решить нам этот вопрос. В управлении занятости и социальной защиты взяли на особый контроль еще один важный для пожилых вопрос. В Совете ветеранов поинтересовались, почему пенсионеры, ветераны, локальных войн и труда в Шимкенте платят за проезд в общественном транспорте. В данный момент не решены вопросы бесплатного проезда ветеранов по городу Шимкента. Частично вопрос решен. А в других городах, например, Казаларде, Таразе, Алматы, Астане, 100% пенсионеры на городском транспорте, общественном транспорте ездят бесплатно. Этот вопрос уже у нас назревает. Ветераны разных категорий? Всех ветеранов. Кто пенсионный возраст. На юге всегда с почтением относятся к советам и предложениям Ахсакалов, говорит заместитель Акима Шимкента Махсут Исахов. А потому проблемные вопросы без внимания не останутся. По всем вашим вопросам мы постараемся решить вашу пользу, но пока не обещаю. Что касается общественного транспорта, мы будем говорить с перевозчиками. На городском пленуме Совета ветеранов подчеркнули, что сейчас для пенсионеров в целом созданы достойные социальные условия и пенсионные выплаты. Шуддин Саидов, Ерлан Бексаидов, Мадижа Парханов, информационная служба телекомпании ОТРАР.